Одним из весомых достижений Лукоил, о котором говорилось на годовом собрании акционеров, является сотрудничество компании и государства. Все обязательства по выполнению совместных проектов, которые Лукоил берет на себя, выполняются в срок или даже с опережением графика. Именно к такому событию относится запуск уникального для России комплекса глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумного газоиля на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. Принять участие в торжественной церемонии нажатия символической кнопки пуска прибыл председатель правительства России Дмитрий Медведев. Я хочу сердечно поздравить весь коллектив комбината, естественно всю группу компаний Лукоила с вот этим новым вводом, ну и поздравить и в целом нашу нефтяную, нефтехимическую промышленность с новым производством. Сейчас это исключительно важно. Сердечно благодарю всех за большую работу. Желаю всем, кто здесь трудится, хорошего настроения и высокой зарплаты. Комплекс построен в рекордные сроки, всего за три года. Его мощность составляет 3,5 миллиона тонн в год. В состав комплекса также вошли установки по производству водорода, элементарной серы, а также объекты заводского хозяйства. Мы горды сегодня тем, что мы в этом году реализовали столь масштабные проекты. Наши коллективы, Дмитрий Анатольевич, в этом году ввели основных фондов на 8 миллиардов долларов. Мы выполнили обязательства перед правительством Российской Федерации по четырехсторонним соглашениям. И все наши заводы прошли комплексную модернизацию. Они сегодня являются лучшими, не только в России, но они сегодня и лучшие по параметрам, по отношению к европейским заводам. Я благодарю вас за участие в сегодняшнем мероприятии. И я хочу заверить от имени наших коллективов, что мы выполним все поставленные задачи, как геологоразведки, добычи нефти, так и нефтепереработки, нефтехимии. Еще раз спасибо вам за внимание, которое вы уделяете нашей компании. Запуск комплекса в Волгограде означает, что «Лукойл» первым из всех российских нефтяных компаний полностью выполнил свои обязательства, предусмотренные четырехсторонним соглашением между нефтяными компаниями, Федеральной антимонопольной службой, Ростехнадзором и Ростандартом по модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Ростехнадзором и Ростехнадзором